Дорогие друзья, если вы решили приобрести новый автомобиль, не хотите обзвонить кучу официальных дилеров, бегать по салонам, не хотите попасть на мошенников, воспользуйтесь проверенным сайтом автоспот.ру Ребят, сайт работает напрямую с официальным дилерами, поэтому вам не придется бегать по автосалонам и обзвонить кучу дилеров. Зашли на сайт, выбрали любую марку автомобиля, которая вам нравится, которая по душе. Переходите, выбираете. Ребят, самое главное, что здесь цены указаны со всеми скидками, со всеми спецпредложениями. Оставляйте заявочку, с вами связывается менеджер, ответит на все ваши любые вопросы. Автоспот, ребят, гарантия того, что вы не попадете в руки мошенникам и сохраните свои деньги. Ссылочка в описании, переходите, оставляйте заявку, приобретайте автомобиль на здоровье. Друзья, всем привет, привет, привет. Большой, большой, большой привет. Ребята, я вернулся, я в строю. Я, ребята, отдыхал. Хочу всем сказать спасибо. Кто сигналил, кто передал мне привета. Димасик мне все приветы передал. Диман, короче, мне передал все приветы. Кто там, коллеги, передавал мне приветы. Это, он говорил, там кто-то с Казахстана встречал кого-то, с Белоруссией парней встречал. Да и так, говорит, с разных городов, говорит, всяких, запомнишь. Много, говорит, кто привет передал. Поэтому, коллеги, вам тоже большой привет, кто Диман, укричал в рацию. Красавчики, спасибо. Спасибо вам огромное. Ребята, короче, отдыхал я ровно, получается. Вообще, мы с ним договорились работать 4-4. Но что-то пошло не так, короче. Потом Диман отпросился. У него жена там с ребенком, ну, с детьми приезжала. Вот. Короче, он 10 дней дома отдыхал. Да, 10 дней. Я 10 дней поработал. Думаю, выйду, ну, 4 дня отдохну. И буду работать. Но не тут-то все было. Короче, какая-то черная полоса пошла, блядь. Короче, там дел поднавалилось вообще кучу. Бабушка мне, блядь. Ну, как бабушка, женщина. Захуярил дверь мне на Ниссане водительскую мою. Во дворе. Стояли, короче, с ребятами. Машина стояла припаркована во дворе. Я сел в машине, курил. Машина была заглушена. Вот. Дверь просто была приоткрыта. Так как машина глушена была с ним, типа подъемчики не работают. Я дверь чуть-чуть приоткрыл. Ну, я не знаю, ну, прям чуть-чуть. Она была приоткрытая ногой. Придерживал. Ну, и сидел, курил, короче. Машин все ездили, все нормально, все проезжают, там, ну, в дворе видят, что дверь приоткрыта. Но тут ехала женщина, возрасте, наверное, за 50. Нихуя не увидел, что дверь у меня открыта. И заебенила мне дверь в другую сторону, открыла мне ее, короче. Она прямо лупила в дверь и вывернула в другую сторону. Знаете, куда вы несетесь? Она говорит, нужно, говорит, смотреть, когда дверь открываешь. Она мне не была открыта. В смысле, ее не открывала, она была у меня открыта. Все ездят, говорю, нормально же проезжают. Водителю привет на автобусе. Марш, нет? Вот. Дверь у меня, ребят, была приоткрыта. Проехал много народу, проезжала туда-сюда, ездит нормально же. Женщина, видите ли, не увидела. Когда сотрудник ДПС ей задал вопрос, а если вдруг ребенок бы выскочил из под машины, если не увидела, что дверь открыта, то ребенок, блядь, выскочил. Дверь, получается, ну вот она, машина здорова, она почти с мой рост. Блядь, не видно было, что дверь открыта. А если бы ребенок выбежал спереди машины, она бы просто задавила. На что она ответила? Нехуй здесь бегать. Вот и все. Тогда все стало на свои места. Когда она ответила, нехуй детям здесь бегать, я спешу. Тогда все стало на свои места. Вот он, вот он, красавчик. Я снимаю тебя, красавчик. Подписывайтесь. Спасибо. Спасибо, дружище, что смотришь. Приятно. Вот, и, короче, дело в том, что приехали сотрудники, мы вызвали сотрудников, начали разбираться, ну, что, что, как. И сотрудники, как бы, говорят, женщина, вы не правы, куда вы несетесь, по двору, надо аккуратнее. А она говорит, я, говорит, не виновата, ничего не знаю. В итоге сотрудники долго с ней спорили. В итоге, говорит, мы устали с ней спорить. И они написали, короче, в отдел, короче, ну, где разбирают, разбирают, короче, это, блядь, разбирают, где аварии все эти. Авария случилась 4-го числа, скальп позвонит, я просидел до 9-го числа дома, получается, неделю целую сидел, ждал, 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 ждал звонка. И нихуя не дождался, ребят. В итоге, что, в итоге, я поехал сам в ГАИ, приехал, говорю, так и так, говорю, ну, случилась, да, там, авария, когда будет разбирательство. На что они мне сказали, мы не знаем, говорит, пройдите в тот кабинет. Я прошел, прождал 3 часа в ГАИ, присидел, там никого не было в кабинете, и все. И на этом, ребята, все кончилось. Пиздец. Ну, и я соскучился по работе, я поехал работать. Машина стоит смятой дверью, мы ее кое-кое-кое-кое-как закрыли. Он не закрывается. Не закрывается. Вода ее сильнее дернешь, там, получается, она крыло будет срячить. Молоток, да, подредактировали. Все, я встал под погрузку, грузить меня, Толян, тёжка, тоже Толян зовут. Вот, короче, ребят, такие дела. Все бы ничего, если было бы доказательство в видео. Видео было. Напротив меня стояла ритуальная машина. Это мои знакомые, вот, я с ним вместе стоял. У меня не было телефона, так как я свой телефон разбил. Я сейчас, ребят, новый телефон купил, другой. У пацанов, у всех айфонов, у корешей, кто все стояли, соответственно, с видеорегистратора на айфон. Не получалось у нас видеоролик перекинуть. Вот, пацаны наделали фотографии, они видеорегистратор останавливали и просто брали, фотографировали, ну, допустим, кадр, да, как он был. Сейчас я вам покажу. Вот есть у меня такие два кадра. Вот стоит машина моя. Вот едет этот Форд. Вот, ребята стоят, ну, вот, самокат здесь стоял. Если увеличить, вот он, я сижу, вот сигарета. И у меня, ну, ногой придерживаю дверь. Место, блядь, здесь я на тоннале бы проехал. Женщина едет, она видит, что дверь открыта. А, хотя не Витку хуже, куда она там смотрит, и из-под руля даже не видать. Вот, она едет своей дорогой, и похуй ей, что дверь открыта. И тут просто, я не успел даже моргнуть, бабах, нахуй, она поехала просто дальше. И моя дверь, нахуй, вывернула, видите, как. Я просто охуел. Она как перла, так и перла дальше. Короче, пиздец, ребята. А мы стояли, короче, с ребятами, здесь стояли, разговаривали. У меня телефон стоял на зарядке. Вот, я пошел, взял сигарету, сел в машину, закурил. Ну, и сидел что-то, не помню, что я сидел-то, блядь, думал. Блядь, я вот прям жалею теперь, блядь, даже, вот даже, знаете, не ты, так в тебе. У меня, блядь, ни одной аварии никогда не было. Моей вины, это, блядь, одна была авария на Камазе, когда я работал. Дедушка ко мне заехал. Дедушка заехал, я думаю, помните, да? Притерся ко мне там в колпак он. С правой стороны, блядь. Единственная авария была на Камазе. Вот, фу, конечно, больше у меня аварий не было. А, ну, единственное, еще одна авария была на легковое, но не с моей стороны. Это у меня еще пятнаха была. Семерка мне заехала в жопу. Чувак пьяный за рулем ехал. Он просто заснул, короче. Вот. И пятнах стоял у меня возле двора. Это было в Волгоградской области, когда я еще там жил. Вот. Он просто забуксовал там в снежку. Дал до полика назад. И приехал мне, короче, в бампер. Это была вот первая авария. И вторая вот была с Камазом. За все мое вообще вождение, сколько у меня есть паровая, сколько у меня машин было, блядь. Там был виноват пьяный. Здесь был дедушка, да? Он там ко мне притерся сам. Сам. И тут, блядь, женщина. Вот куда, блядь, ее ни слова хуй знают. Блядь, просто не представляете, как жалко. Ладно, все, ничего, ребят. Я нашел дверь. Я думаю, я не стану ее шпаклевать. Я не буду там выравнивать, чтобы, да, там была, конечно, шпаклевка. Я это терпеть не могу. Я не пожалею просто денег. Лучше поеду, куплю новую деталь. Просто куплю новую деталь. Да, я поехал, купил новую дверь. Она просто голая. В цвет. Точно такая же, как и моя. Один в один. Я просто перекину свое туда, поставлю зеркало, ручку, стеклоподъемщик и обшивку. Все. И воткнул новую дверь. И у меня дверь будет точно такая же, как и моя. Но она уже лежит в гараже, ее уже привез. Ребята, но это идиотизм. Я, сука, теперь не могу даже дверь поменять, из-за того, что, блядь, разбора нету. Я прождал, блядь, целую неделю, можно сказать, просидел дома. И хрен мне, что сделали, короче, хрен мне, что сделали. Вот так. Короче, никто ничего не разобрали. Ой, блядь. Вот такие, короче, проблемки у меня насыпались. Все, смотрит, смотрит в зеркало. Охрана, порядок превыше всего, красавца. Вот такие, ребята, короче, дела, блядь, нехорошие дела. Вот, я не знаю, как вот так вот могло быть, блядь. С одной стороны, я думаю, да, блядь, сидел, думал, блядь, думаю, может, ну, типа, я виноват, что я дверь открыл. И сидел с открытой дверью. А с другой стороны, да, блядь, сколько во дворах, да, сидят, двери открывают, ну, может, блядь, машина заглушена. Припаркованная тачка, она никуда, блядь, не едет. Она просто стоит с приоткрытой дверью. Я, ну, сидел, сижу в машине. Блядь, ну, много, в принципе, да, людей сидят в машине, слушают музыку, приоткрывают дверь, сидят. Ну, ты едешь по двору потихонечку, украдешься, правильно? Я вот, во-первых, еду по двору, я боюсь, мало ли, из-под машины выскочит ребенок. Блядь, ты просто можешь прозевать и просто даже не заметить, будешь смотреть как-нибудь влево, блядь, и не увидишь, как он справа выскочит, и можно просто наехать. Но я вот этого единственного боюсь, чтобы кого-нибудь не задавить, у меня из маленьких детей во дворах. И я стараюсь вообще по двору ехать потихонечку, аккуратненько, потому что я лично очкую просто. Просто, ну, ребенку же не объяснишь, что там машина ездит. Бывает же, детям объясняешь, нельзя, да, нельзя, нельзя, там машина ездит. Все равно же ребенок выскакивает, бежит на дорогу, блядь. И вот просто у меня всегда такое в голове, блядь, а не дай бог вот так вот, ну, что случится. Я просто помню тот случай, наверное, ну, все его помнят, когда был очень жесткий такой поступок, даже не знаю, с какой стороны. Ну, короче, когда женщина хуярила тоже на все деньги по двору, и она сбила мальчика на велосипеде, который выехал из машин, она его переехала. Вот, и когда, блядь, да я просто в шоке был, когда сделали, что ребенок был, блядь, в алкогольном опьянении. Ребенку было там до 10 лет, я не помню, или сколько было, или лет 11-12, ну, что-то такое. А это влиятельная женщина, которая ребенка насмерть задавила, она там заплатила бабла, и в морге просто ребенку вкололи спиртное, и просто потом, когда, типа, делали там вскрытие, да ребенок говорит пьяный хуярил на велосипеде, это, прикинь, надо же додуматься, ну, это так просто к сведению. Вот, блядь, ну, это такая баба, конечно, она сидит сейчас, она правильно, то, что она сидит, ну, что, тварь, так нельзя поступать, блядь, ради своей свободы, блядь, взяла, ребенка обвинила, что, блядь, ребенок на велосипеде, ебать, в говно летел. Ну, это же, блядь, это вообще дурдом, блядь, вот такие, ребят, дела. И вот я, блядь, тоже вот езжу по двору и боюсь, блядь, не дай бог, маленький ребенок выскочил. Короче, ребят, такой порядок, хотите, если понаблюдать за Ниссаном, как я буду делать, дверь, но менять, да, обшивку, все поменяю, это вы можете посмотреть на моем втором канале, на Большегруз Лайв, я, соответственно, ссылку оставлю в описании, снизу. И, ребята, убедительная просьба, не подписывайтесь на всякие вот эти левые каналы, я их занимался, конечно, уже банить. У меня всего лишь два канала, это вот этот, вот единственный канал, большой, да, Большегруз. То есть я только чисто про работу снимаю, про грузовые тачки, про рабочие, про все такое, свои рабочие дни. И есть Большегруз Лайв. Я его создал, так как у меня не было времени, я туда ролики не выкладывал. Сейчас у меня появилось свободного времени, так как я со сменщиком работаю. Вот, и, соответственно, я уже, ребята, буду туда какие-то ролики добавлять, и вот будет ролик. Ты что у нас такое? Мишка, ты что, блядь, откуда-то сбежал, или кто-то за эту кучу сидит, блядь, плюшевая. Вот. Короче, ребят, два канала, остальные, которые там какие-то там копируют мои ролики, пытаются там за мой счет, там что-то подписчиков там брать, ребят, не подписывайтесь на такие каналы, это все шелуха, вот. Это вам честно говоря. Короче, ребят, если хотите там посмотреть, что будет там, буду, как не сам делать, это вы можете перейти на второй канал. Я обязательно, когда буду это все делать, я сниму, но на этом канале я тоже как-то маякну, что я там ролик сделал, кто захочет, да, может посмотреть. Соответственно, посмотрите, как эта дверь будет замята. Фотография, это что, это просто фотография, которая сделана с регистратора. А, так я даже не рассказал, как фотографии попались, когда пошли вот эти разборы, вызвали, когда ДПС, сотрудников ДПС. Вот. А я, блядь, что, я в панике, блядь, я пиздец, мне тут машину жалко вообще, ну просто жалко. И, блядь, и не наорешь, потому что это женщина, да и еще и в возрасте. Она говорит, да я вот спешу, у меня мама больная, я, говорит, у меня мама больная, говорит, там сиделка сидит, у меня на сиделку подменить, я спешу, я никуда не гляжу, типа, можно я поеду? Ну нет уж, вот тут уже, говорю, приехали. Вот. И в итоге мы сотрудников прождали на часа три, как всегда это. Сотрудники приехали, ничего не вышло. Так, по поводу фотографии, почему не было видеоролика. Там видеорегистратор такой маленький был, там флеш-карта. В айфон это все не перекидывается. И пацаны просто на быструю руку наделали фотографии, ну, как ролик они просматривали, как она приехала ко мне. Вот. И они с телефона нащелкали и кинули мне на WhatsApp эти фотографии, чтобы они у меня были на всякий случай. А видеоролик перекинуть просто они не думали, они не знали, что у меня Samsung. А я не знал, что у них видеорегистратор. Вот, вот так вот было делто. Вот, я не знал, что там видеорегистраторы, когда уже приехали сотрудники. Вот, они говорят, у видеорегистратора есть запись. Все, обрадовались, сотрудники пошли смотреть запись, и я обрадовался. И радость тут быстро кончилась, потому что, ребят, я вот не знаю, как специально, но почему-то ролик-то пропал, блядь. Вот начали листать, блядь, есть ролики, когда я приехал, когда я вылез, да, с ними стоял. А потом, когда сел в машину, и потом следующий ролик уже, когда уже все случилось. А с самого момента почему-то не оказалось. Его никто не удалял, просто, вот хуй знает, такое, как магия, блядь, получилось. Как закон подлости, блядь. Я сотрудникам показал вот эти фотографии, вот, они говорят, как вы, типа, сделали. Пацаны говорят, мы на WhatsApp, типа, Толян, скинули. А они, получается, на iPhone, на телефон нафоткали, видеорегистратор. Ну, а как это еще сделать? Единственное, случай, блядь, ну, видите, просто, как это говорится, там, да, на эмоциях, на нервах, когда это, блядь, все случилось. Мне вообще, просто, я не знал, блядь, на эту дверь смотрел, она отъехала, она не закрывается, просто даже наполовину, блядь, и у меня все. У меня сразу расстрой, вообще жестокий. Я не знал просто, что делать. Я встал, и у меня аж, блядь, до речи пропал. Вот, ну, а ребята, дамы, которые со мной стояли, вот, а они просто делали фоток. Блядь, вот только сейчас еду, понимаю, что можно было предложить. Можно было предложить, ребят, включить просто запись в телефоне, видеосъемки. Я думаю, ребят, можно было просто включить запись на телефоне, типа, ну, чтобы запись шла, когда видеоролик, и просто увеличить, да, из регистратора, так, может, было заснять. Это мне, как бы, только на потом пришли мысли такие, ну, как говорится, да, хорошая мысля, приходит, блядь, напосля. Да, вот и пришла. Ох, ну, короче, что теперь делать? Как говорится, после драки хуликула, камни машут. Буду ждать звонка с ГАИ, и поедем на разбирательство. Будем выдаться. Вот это самое страшное, блядь. Не страшно, знаете, даже вот там, того же, да, с обочинника пропустить, не пропустить с обочины, прищемить его, придавить. Для как там некоторые, блядь, Алян, дави, щеми, долби. Да хули толку, вот славян щеманул, его одного на МКАДе, он, блядь, весь день потерял, эта машина потеряла заработок, он весь день простоял. В итоге их распустили, сказали, приезжайте на следующий день, да, ой, вечером, типа, приезжайте там туда-туда-то. Славян приехал, а этот, я не знаю, кто он там, узбек или таджик, не знаю, азиат там какой-то, а он не приехал, он просто забил, и все, он поехал в такси-парк, тачку бросил, и все, и ищи, и свищи там, кто там был, что там, где и как. И в итоге, что толку, они там бегали, искали, пытались, и шеф говорит, да пизду, из-за этих царапин, я, говорит, больше просто потеряю времени. Машина могла бы день отработать, бабок заработать, блядь, и неплохих, еще и на следующий день, потом еще и вызывали, взять справку о ДТП, надо было туда явиться, и, короче, они в итоге два дня потеряли. Просто, наху, я это надо, ребят, нахуя. Вот я просто на своей шкуре испытал. Мне нужна тачка под жопу, блядь, вот эту просто ДТП, да, и она просто ставит в тупик, эта машина просто меня сейчас поставила в тупик. Я ее, конечно, мы ее там молотками подровняли, чуть подредактировали, кое-как там с пацанами ее закрыли, ну, кто там был из моих друзей. Мы ее вчетвером кое-как защелкнули на одну щеколду, чтобы она просто щелкнула, чтобы хотя бы как-то ее поставить на платную стоянку, и все. Все, машина заехала на платную стоянку, и пиздец, и пока без тачки. Хотя есть дверь, поменять ее, час работы. Одну скинул, другую поставил, на нее обшивку, стекло, ручку, зеркало. Готово, дверь новая, в цвет, все окей. Соответственно, ну, просто я потом заеду, полирну всю тачку, потому что я хотел ее полирнуть, мечта была, когда купил, думаю, полирну ее всю. Ну, и чтобы она не отличалась от других, я ее просто полирну всю машину вместе с дверью, и она у меня будет как новая, вот и все. Как-то так, ребята, пока, блядь, черная полоса у меня какая-то чернейшая, блядь. Хотел поехать на море в этом месяце, них... Ничего не получается, короче. Вот такие вот, ребят, дела. Блямон, прикольно такое яйцо. А, старенький даже, красавчик. Салат в осенниках какой-то. Что-то, малыш, все. Бобик потух. Давай еще чуть, блядь, затяжной этот подъем. На шестой и... Нет, пятая. На пятой всегда лазишь. Короче, ребят, такие дела, вышло на работу. Печаль. Это печаль, блядь. Вот как так, блядь? Сейчас начнут, блядь, там, я понимаю, я вообще, ребят, мог бы это все и не выкладывать. Вот так как я рассказываю все о себе, и поэтому решил с вами поделиться. Для нормальных людей, те, которые там хейтеры, сейчас начнут там всякую фуидру и вынести. На таким место, в принципе, все знают, где правильно. Тут даже гадать не надо. Вот, ребят. Поэтому обязательно буду делать, дальше чинить. Привет, дружеск, привет. Здорово, здорово, коллега. Короче, так. Честно, настроение ни хера никакого нету, блядь, за этой двери. Да-да, попал, я снимал как раз, ты в кадре. Вы в танцах. Ну ладно, давай, может быть, еще получится. Потом пересекем еще кофе попьем. Все, что ж, да-да-да. Мы с ним давно собираемся кофе попить. Мы с ним уже не раз встречались и в Пушкино, мы с ним встречались, он на другом КамАЗе был. Здесь, скорее, встречались с этим КамАЗиком. Коллега говорит, давай кофе попьем, давай кофе попьем. Ну и вот, вот так вот мы с ним постоянно на дороге. Вжу-вжу-вжу-вжу-вжу-вжу и, блядь, и все никак и не попьем. Как-нибудь, дружище, обязательно, где-нибудь пересекемся, обязательно попьем. Короче, ребят, такие дела. Хуевые дела.